Всем привет! Уже достаточно давно компания Samsung работает над новым смартфоном серии M, а именно Galaxy M52 5G. Скажу сразу, презентацию ждать осталось недолго. Ранее гаджет был замечен на сайтах сертификации, таких как бюро индийских стандартов BIS и китайский 3C. А теперь он прошел сертификацию регулятора Bluetooth SIG. По многочисленным данным, девайс будет представлен уже в этом месяце. Смартфон Samsung Galaxy M52 5G будет выпущен в двух версиях, а именно SM-M526B-RDS и SM-M526B-DS. Стоит отметить, что уже сейчас известны практически все технические характеристики Galaxy M52. Итак, основные фишки смартфона это достаточно мощный, энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G, неплохой 6,7-дюймовый дисплей, который выполнен по технологии S AMOLED, 64-мегапиксельный датчик изображения Isosel GW3, 8 гигабайт оперативной памяти, а также аккумулятор на 5000 мАч и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первоначально стоит отметить, что смартфон Samsung Galaxy M52 будет оснащен неплохим 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. Экран выполнен по технологии S AMOLED. Напоминаю, что тут вместо жидких кристаллов в составе пикселей включены мини-светодиоды. Они имеют такие же светофильтры, что и кристаллы ЖК-дисплей, но сами излучают свет. Их яркость меняется в зависимости от мощности подобаемого тока с помощью методики широтно-импульсной модуляции, то есть ШИМ. Устройство оснащено однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G. Данный процессор это менее качественная версия Snapdragon 780G. Главное отличие – не столь продвинутый технологический узел. Новинка производится по 6-нанометровому техпроцессу на мощностях TSM-MC. Это означает, что Snapdragon 778G более подвержен перегреву и троттлингу. Процессор содержит восьмиядерный процессор CRO 670, есть Adreno 642L и процессор обработки изображения Spectra 570L, позволяющий одновременно снимать фото и видео с широкоугольных, сверхшироких и телеобъективов. Также имеется встроенный модем Snapdragon X53 5G, работающий как в диапазонах ниже 6 ГГц, так и на миллиметровых волнах, что является большим плюсом. Смартфон работает под управлением Android 11. Основные фишки системы – это пузырьковое уведомление, всплывающие окна со снимками экрана, управление умным домом, переподключение к Wi-Fi, запись экрана, расписание для темной темы. Поверх системы будет установлен пользовательский интерфейс One UI 3.1, что на мой взгляд достаточно неплохо. Тут расширились возможности именно камеры устройства. Улучшенный зум на основе искусственного интеллекта, а также усовершенствованные автофокусировка и автоэкспозиция помогут в создании отличных снимков. Также компания Samsung обещала два крупных обновления оболочки, то есть Galaxy M52 5G гарантированно получит Android 13, что является большим плюсом. Емкость аккумулятора новинки составляет 5000 мАч, мощность проводной зарядки, то есть быстрый 25 Вт. Помимо быстрой зарядки, сетевое зарядное устройство может работать и в обычном режиме, тем самым поддерживая ряд мобильных устройств. Однако максимальная скорость зарядки при использовании данного адаптера питания достигается только в устройствах с поддержкой стандартно Power 3.0. Смартфон получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти. Имеется поддержка Bluetooth 5.0. Самые большие преимущества данного Bluetooth это возросшая скорость передачи данных и дальность действия. А именно в 4 раза дальность действия и в 8 раз лучшая пропускная способность. И удвоенная скорость по сравнению с предыдущим поколением. Плюс, плюс. Samsung Galaxy M52 должен получить фронтальную камеру на 32 Мп. Его задняя четверная камера будет включать 64 Мп основную камеру с диафрагмой f1.8, 12 Мп сверхширокую камеру и 5 Мп датчик глубины. И еще одну камеру на 5 Мп. Главный сенсор выступает из SLGW3. И имеются технологии Tetra Cell и Smart ISO. Они обеспечивают высокую яркость изображения и точную цветопередачу. Сенсор также подходит для пользователей, ведущих активный образ жизни. Благодаря электронной стабилизации изображения на основе гироскопа EIS. Датчик также поддерживает запись видео с разрешением до 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Устройство стартует в Индии, Китае и Европе, где телефон должен появиться в синем, черном и белом цветах, что является большим плюсом. На данный момент о стоимости данного смартфона информации в сети нет. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Samsung с каждым годом удивляет своих пользователей. Взять хотя бы сейчас линейку А, серию А. Данную серию покупают все. Она заслужила действительно почет. Потому что люди, пожилые, молодежь покупает данную серию. Несмотря на то, что есть серия S. По логике считать, что молодежь должна покупать серию S, потому что там все самое топовое. Но люди уже подумали, что а зачем мне серия S? Я могу купить серию M, могу купить серию A и пользоваться также смартфоном. Сейчас что люди делают? Посидеть в интернете, поиграть мне в производительные игры. Вот и все. Сфоткать, инстаграм и так далее. Но если вам нужен действительно качественный смартфон, действительно с топовыми характеристиками, конечно же, берем серию S. Если вам все это не нужно, то есть не топовая камера, не топовое железо, не так далее, берем серию A или серию M. Как мы видим, Samsung Galaxy M52 на Snapdragon 778G получился очень и очень крутым смартфоном. Взять хотя бы основной датчик из ASL GW3, который действительно показывает очень и очень неплохие результаты в фото и видео возможностях. Также хочу заметить, что вообще с каждым годом компания Samsung делает все очень и очень оточено и правильно. Данная компания, самое главное, выпускает обновления, а M52 получит Android 13 в дальнейшем, что является, ну просто, восхитительным показателем, потому что Samsung это не такая компания, как Xiaomi, как Realme, Redmi и так далее. Разработчики все делают для того, чтобы пользователи остались довольными. Вот и все. Ну что же, ждем данный смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!